Есть, да, доброе утро. И мы уже готовы познакомиться и поздороваться с нашей гостьей. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, давайте мы вас представим сначала. Представьтесь, пожалуйста. Елена Асачи, глава администрации Литнинского сельского поселения. Доброе утро, Елена. Надеемся, что ваше утро началось хорошо. И расскажите, пожалуйста, вот как развивается ваше сельское поселение в рамках федеральной целевой программы. В этом году у нас будут реализованы следующие проекты по федеральным целевым программам. Это капитальный ремонт дворовой территории по улице Кирова. И самое главное ожидание мое и наших жителей села Уютного, это, конечно, вот в эксплуатацию нашего детского садика, который мы давно ждем, открытие детского садика. Надеюсь, что скоро будет, в этом году мы его запустим. И в этом году будет еще реализован частный инвестиционный проект по постройке нового жилого современного микрорайона. Ну и скажите, пожалуйста, какова потребность на самом деле в детском саду? Какая очередь, да, состоит пока? Ну, в настоящий момент, конечно, все детки, которые у нас в Уютном, они ездят либо в Молочнинский детский садик, либо в Дефаторийские детские садики, потому что все равно работающие родители, мы пока ждем запуск. Вообще, наш садик по федеральной программе на 160 мест, вот, но он достаточно вместительный. Я думаю, что всех наших деток мы сможем уже в наш садик запустить. А что по прогнозам, когда уже жители поселения Уютное смогут уютно там находиться, точнее, самые маленькие жители? Надеюсь, что к первому сентября мы распахнем двери нашего садика, и нашим деткам будет там уютно, хорошо, и родители будут спокойно оставлять деток в новом детском садике и сами работать. На какое количество мест он рассчитан? 160. 160. Отлично. Желаем скорейшего открытия, желаем, чтобы первого сентября все удалось, и чтобы у вас все было хорошо. Скажите, а по поводу ситуации с распространением вот этого небольшого заражения вируса, у вас все в порядке? Нет ни одного? Все здоровы? Надеюсь, что нет. У нас есть официальные данные, которые постоянно говорят на оперативном штабе с Роспотребнадзором. У нас вроде как уютно, никого нет, поэтому у нас все жители молодцы, соблюдают режим самоизоляции. Наши индивидуальные предприниматели, которые обслуживают, также выполняют все требования Роспотребнадзора, все требования главы республики. И замечаний к нам, наверное, нет. И все молодцы в этом отношении, все так сплотились. Мы тоже всегда следим за штабом, который проводят в связи с распространением коронавируса, но в любом случае желаем, чтобы дальше жители поселка вели себя добросовестно. И также продолжали сидеть дома самоизолировавшись. Спасибо вам за беседу. Хорошего дня. Да, желаем вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.